Девушки отдыхают Девушки отдыхают Отсылок было так много, что я уже перестал их считать, так же как и слово «фак», которое бесчисленное количество раз упоминается в этом фильме. Хочу отметить, что как и обещалось, помимо похожести на стилистику работ Карпентера, в кинофильме косвенно и едва уловимо есть намек на мифологию Говарда Филлипса Лавкрафта, в том числе и на его древних богов. Я не совсем люблю эффект «Бу» в фильмах ужасов, так как считаю, что это уже получается аттракцион. Нагнетание атмосферы – другое дело. С нагнетанием здесь полный порядок. Да, разумеется, до супер ужасов Джеймса Ванна к картине Джереми и Стивена далековато, но у них получилось. Оба режиссера сделали себе имя на создании грима и спецэффектов для очень крутых голливудских фильмов. Некоторые зрители, возможно, знают их режиссерские работы, такие как «Мэнборг» и «День отца». Кстати, стоит упомянуть, что Стивен Костанский работал над короткометражкой с похожей тематикой «Портал в ад» с Роди Пайпером в главной роли. Лента «Пустота» не удивит вас какими-то известными актерами. Они не очень известны, но это не значит, что они деревянные. Нет, отнюдь. Каждый из актеров на отлично справляется со своей ролью. По сути, не приходится тратить время на пустые диалоги и драматическую составляющую фильма. Лента пропитана потусторонним ужасом. Мне даже показалось, что режиссерам не терпелось поскорее представить мне сцены трансформации монстров. Да, трансформации монстров. Давненько я не видел такого пиршества практических олдскульных спецэффектов и грима. А поскольку оба режиссера являются супер-профи по гриму и эффектам в лентах высшего разряда, то здесь они развернулись по полной. Кинофильм своеобразный реквием по жанру хоррор 80-х начала 90-х. Даже в гриме главного злодея можно заметить нарочатое сходство с известным персонажем из фильма Клайва Баркера. Режиссеры умело маскируют практические спецэффекты игрой света и тьмы. Противостояние света и тьмы – это классика жанра. И здесь в какой-то мере это тоже присутствует. Зло пытается овладеть любой подвернувшейся плотью, нещадно изменяя кожу, мышцы и кости в нечто невообразимое. В этой киноленте много кровавых и нелицеприятных сцен. Однако режиссеры все же подошли к процессу с известной долей тактичности и некоторые сцены были завуалированы ракурсами камеры либо предметами в кадре. Думаю, все же альтернативные сцены остались в загашнике. Я не пересказываю вам фильм, дорогие зрители, так как настоятельно рекомендую ознакомиться вам самим с этой работой. Думаю, большинство не разочаруется. Помню редкий случай, когда внимание может привлечь лента, все действие которой сводится к брожению в стенах одного здания. Нет, бывали, конечно, исключения, вроде метаморфоз фактора чужого или искателя могил. Чувство клаустрофобии лента не вызывает, но ужас всех этих мрачных коридоров больницы вкупе с событиями фильма, несомненно, заслуживает внимания. Думаю, это тот случай, когда создатели нашли золотую середину и, прекрасно балансируя, проводят зрителя через вселенский ужас по больничным закоулкам. Было ли мне страшно? Конечно же нет. Мне было очень интересно. Интересно и приятно осознавать, что где-то я это уже видел. Но это не то чувство, когда вот, дескать, одни клише и штампы. Все, что вы увидите и вспомните, будет лишь приятным довеском к просмотру. Действительно стоящая работа из бесчисленного количества шлака и отстоя, что вываливают на головы любителям хорроров в последнее время. Я рекомендую к просмотру эту ленту. Тем, кто знает работы Джона Карпентера, любит творчество Говарда Лавкрафта, тем, кто не будет отворачиваться, узнав, что в ленте нет передовой компьютерной графики. Это такой крепкий фантастический фильм ужасов. Это кик камбэк на полтора часа во вселенную знакомых лент. Режиссеры оставили довольно-таки открытый финал, дав себе и всем нам возможность, посмотрев, решить, хотим ли мы продолжение этой жуткой истории или стоит оставить все как есть. Ведь если вы помните, у Лавкрафта не было хэппи-эндов.